добрый день еще раз спасибо за сигнал то что меня слышно ведь технические неполадки могут быть у каждого и так сегодняшняя тема нашего вебинара непосредственно посвящена приемом составления ментальной карты и кластера в образовательном процессе и так начнем начнем непосредственно с того что конечно же что же закладывает непосредственно образовательный процесс мы с вами прекрасно понимаем что государственная политика и является как раз таки основой всех основ по нормативно правовым документам это конституция российской федерации и всем известно что согласно определенным статьям конституции российской федерации вы видите сейчас и qr-код и в том числе скриншот данных статей что заключается как раз таки в общей доступности и бесплатности образования но данная государственная политика и закладывает то что обеспечивается проведение российской федерации единой государственной политики в области культуры науки и образования и конечно же стоит отметить что согласно статье 67 дети являются важнейшим приоритетом государственной политики именно об этом каким образом зафиксировать внимание ребенка как заинтересовать занятия урочной днеурочной деятельности воспитательной деятельности все что вкладывается в образовательный процесс сегодня мы с вами постараемся узнать ведь на самом деле государство а значит и мы непосредственно является является обязательным не только приоритетным семейное воспитание но и в том числе берем на себя обязанность в отношении детей непосредственно которые вверены нам как педагогическим работникам непосредственно вижу по чату что есть и педагоги и психологи и работники детских садов и в том числе образовательные организации как школы и так далее и очень важно что в рамках как раз таки реализация государственной политики реализуются новые векторы магистральное направление согласно одному из проектов школа министерства просвещения россии обратите внимание согласно данному киар-коду вы перейдете на документ и более детально сможете ознакомиться с этим проектом но но здесь как раз таки отображено ключевое условие такое как образовательная среда образовательная среда является как раз таки согласно данному документу мотивирующий образовательной средой для того чтобы ребенок мог социализироваться ребенок мог проявить себя как субъект непосредственно индивидуальной траектории развития и нам педагогическим работникам в первую очередь важно каким образом создать эти условия по гармоничному развитию ребенка каким образом создать условия по формированию осознанности инициативности самостоятельности и ответственности конечно же ключевые показатели данной образовательной среды вы видите сейчас на экране и хотелось бы заострить внимание на некоторых из них но например а понятие цифровой модели образовательной среды а понятие безопасного доступа к сети а понятие школу полного дня и так далее и казалось бы чем же связано понятие ключевое условие образовательная среда и в том числе ключевое условие как как воспитание с нашей сегодняшней темой. А все очень легко и просто. Дело в том, что мы с вами понимаем, что в образовательной среде, в образовательном пространстве задействованы все абсолютно элементы. Каждый элемент, как вот деталь любого процесса, взаимодействуя, формирует личность. И, конечно же, такие креативные инструменты, которые многие из нас знают, как ментальная карта, либо как интеллект-карта, либо как кластер и так далее, позволяют как раз таки развивать не только предметные или метапредметные результаты, но и личностные качества обучающихся. Ведь само по себе, обратите внимание, направление так же, как воспитание, оно предусматривает развитие личности обучающейся. То есть как раз таки ребенок, находясь в рамках магистральных направлений, а их несколько, напомню, это и профориентация, это и здоровье, это и знание, и, конечно же, ключевое магистральное направление воспитания, которое подчеркивает гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, реализующее на тех или иных базовых ценностях. И, конечно же, постепенно перехожу к понятию, а какой это ребенок настоящего времени, какой это ребенок, непосредственно обладающий теми или иными компетенциями, качествами, навыками, знаниями, умениями. Конечно, безусловно, мы с вами понимаем, что согласно вызову времени требования к портрету учащегося меняются. То ли мы понимаем, что ребенок должен, допустим, знать свое время было, например, один иностранный язык, сейчас уже требование возросло, что ребенок знает более одного иностранного языка. Если мы ранее с вами понимали, что ребенок овладевает, допустим, информационно-коммуникационными технологиями в рамках, например, обучения на ступень основного общего образования, сейчас же мы с вами понимаем, что уже со второго класса начинается реализация как раз-таки такого предмета, который связан с информатикой, то есть с информационной грамотностью. Конечно же, многим из нас понятно, что компетенции могут быть разные, и ребенок в первую очередь овладевает этими знаниями, как, например, сотрудничество, креативность, критическое умышление, коммуникативность. Безусловно, здесь также сразу вспоминается и понятие функциональной грамотности, которая включает в себя несколько видов компетенций, как, например, критического или креативного умышления, глобальной компетенции и так далее. И важно понимать, что как раз-таки данную компетенцию, ну, например, как креативное мышление, да, позволяет развивать такой прием, как интеллект-карта. Как еще ее можно также в интернет-пространстве увидеть под названием диаграмма связи, карта мысли, ментальная карта. Обратите внимание, что существуют различные версии, например, структурирование материала, да, допустим, логика-смысловая модель есть также. Но все же, что же такое интеллект-карта? Ведь это ключевое понятие сегодняшнего вебинара, непосредственно интеллект-карта и кластер. Интеллект-карта – это всегда визуальное представление информации. Важно, что информация должна быть очерчена не только сплошным текстом, но каким-либо символом, да. Мы с вами понимаем, что согласно, так скажем, своеобразному типу мышления ребенка нынешнего поколения, клиповость мышления отражается в том, что ребенок лучше усвоит информацию более в образах, нежели в большом количестве текста. И в связи с этим как раз-таки понятие знаков, символов, моделирования, а то есть знаково-символических действий является одним из ключевых понятий и федерального государственного образовательного стандарта. И, конечно же, в связи с тем, что ребенок начинает мыслить вот этими образами, символами, какими-либо, так скажем, пиктограммами, он понимает информацию намного лучше. И, конечно, такая связь своего рода существует между целыми и его частями и в ментальной карте, то есть интеллект-карте. Такая диаграмма строится вокруг центральной идеи, концепции, и, конечно же, от которой отходят ветви. Своим образом, как раз-таки это интеллект-карты привнес британский психолог, обратите внимание, здесь приводится как раз-таки информация, Тони Бьюзен, который показал интеллект-карту в 1974 году. Конечно, безусловно, каждый из нас практически, наверняка, я уверена, что практически каждый из нас видел эту карту. И на следующих слайдах будут примеры как раз-таки данного рода карт. Но обратите внимание, ведь данное как раз-таки своеобразие информации позволяется для того, чтобы информацию разложить по полочкам. То есть мы понимаем с вами, насколько структурированно можно информацию разложить. И это прекрасно, как раз-таки так же, видится в графической форме. Обратите внимание, здесь дается как раз-таки понятие кластера. Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются также основные смысловые единицы, фиксируется в виде схем. Здесь приводится лишь небольшой пример схемы, но алгоритм заключается в том, что, конечно же, систематизируется информация, собираются те или иные причины, выводятся причины-следственные связи и в том числе, конечно, анализируются полученные результаты. И в связи с этим далее предлагается несколько рекомендаций и, конечно же, в первую очередь, какие имеются плюсы и минусы составления такой интеллект-карты. Либо, например, самого же кластера. Конечно, такой формат информации позволяет разобраться в сложном материале. То есть, когда, например, ребенок изучает произведение, ну, например, в следующем как раз-таки слайде будет пример Льва Николаевича Толстого «Кто прав?» и «Мудрый старик». Для того, чтобы понять, казалось бы, совсем легкую информацию, изложенную буквально в абзац, да, мы прекрасно понимаем, какая там сложность, так скажем, материала, да, сложность заключается не в том количестве слов, а как раз-таки в осмысленном, как идейном положении, как раз-таки, что хотел нам Лев Николаевич Толстой передать через как раз-таки свое произведение. То есть, да, усваивается информация мозгом более легче. Но обратите внимание, что также позволяет и оценить объем работы. То есть, если оценивать сложность и сроки работы на вскидку, то, конечно же, можно ошибаться. Ведь порой 15 минут или 30 минут даже времени не можно выдать обучающимся, но, к сожалению, интеллект-карту они не всегда могут с легкостью и быстро выполнить, в связи с тем, что не могут выйти за рамки своего, как раз-таки, комфортного расположения. Конечно же, кроме того, что собирается информация, и она заключается в виде каких-либо заметок, позволяется как раз-таки найти и идею данной информации. То есть, карта помогает включить ассоциативное мышление. Даже сейчас, слушая непосредственно меня как спикера, вы замечаете, что как сложно соотнести своего рода как раз-таки визуальную интеллект-карту, о которой вам прокомментировала, с тем, насколько интеллект-карты позволяют как раз-таки разобраться в информации. Здесь приводится пример как раз-таки учебника, где дается практическое руководство по составлению, и это послужит не только интересным материалом для педагога, который занимается непосредственно в образовательном процессе, но и, в принципе, для того, чтобы разложить свои, так скажем, жизненные вопросы по тем или иным схемам интеллект-карты. И далее уже, конечно же, дается также рекомендация согласно автору этого учебного пособия следующего характера. Обратите внимание, дается алгоритм. Безусловно, данный алгоритм можно расширить согласно индивидуальным особенностям личности, но все же необходимо взять лист бумаги и в центре написать тему. Конечно же, рядом рисуется, зарисовывается символ, картинка дает как раз-таки сигнал нашему мозгу для того, чтобы вызвать ассоциативный ряд. Далее необходимо нарисовать первый вид, который будет исходить от центральной темы. Здесь дается рекомендация такого рода, что нужно слушать себя в первую очередь, не нужно думать, что вот, возможно, вы неправильно размышляете, и, конечно же, ваша центральная тема не раскрывается. А наоборот, подсознание вам подскажет, каким образом привлекательно предоставить этот материал. Конечно же, далее пишется и ключевая идея, которая связана с центральной темой, более так одного или двух слов. Желательно, чтобы каждая ветвь очерчивалась не только словами, но и цветами, рисунками, символами. Ведь когда мы начинаем рисовать и писать, конечно же, задействуем оба полушария мозга. Но давайте вспомним, и нейроупражнение также позволяет как раз-таки фиксировать работу мозга целостно, то есть и левое, и правое полушарие мозга начинает работать. Но наверняка вы ведь слышали, что такое нейроупражнение. И далее, далее уже тростепенные ветви этой темы дорисовываются для того, чтобы углубить, расширить материал. Конечно, здесь можно комбинировать и символы, и картинки различные, но самое важное, чтобы вы заметили, как вы располагаете свой материал, что у вас первостепенно выходит непосредственно на бумагу. После того, как вы уже дорисовали все ветви, непосредственно вы можете выделить отдельные ключевые слова, элементы, чтобы легче было запомнить. Ведь интеллект-карта – это не только о том, как я сегодня проведу полезный, например, день, или, например, грядут выходные, каким образом выстроить, так скажем, своего рода режим дня. Абсолютно не только к этому относятся, но и, конечно же, к учебному материалу, материалу, который позволяет развивать духовно-нравственные и гражданско-патриотические ценности. Основывается на ценностях не только такие, как семья, например, или, допустим, ценности патриотизма, ценности науки и творчества, но и другие. И обратите внимание, хотелось бы подчеркнуть, что интеллект-карту можно составить не только для детей младшего школьного возраста. Казалось бы, что ребенку только в таком возрасте хочется писать и рисовать, а точнее больше рисовать, но и для детей как раз-таки такого возраста ступени основного общего образования, ступени среднего общего образования в том числе. Здесь приводится пример из учебников по литературе 10-го и 11-го класса. Обращаю ваше внимание, что и также в учебниках есть, конечно же, и 5-го, 6-го, 7-го и так далее всех классов, но яркий пример как раз-таки был представлен с учебника. Обратите внимание, здесь дается прям целое задание, задание нацеленное на создание интеллект-карты, на создание проекта, ведь порой информацию легче воспринимать как раз-таки более наглядно, структурировано, классифицировано, когда мы понимаем, что вот сделали выжимку к слову о том, что, например, согласно статистике, для младших школьников очень трудоемким является процесс краткого пересказа. Мы с вами понимаем, что когда задаем как учитель пересказать какой-либо рассказ, басню, может быть, еще либо какие произведения, ребенок начинает что? Он начинает теряться, думая, что он вот главную мысль потерял, вот здесь вот было предложение о том, и начинает судорожно вспоминать, что же было еще. Естественно, ребенок испытывает трудности при как раз-таки кратком пересказе, потому что наша-то задача с вами как педагога услышать самое важное, а для ребенка все важно, вот абсолютно все. И он механически начинает заучивать буквально каждое предложение, дабы показать, что да, он выучил, у него великолепная память, объем памяти точнее, но ведь он это сделал механически, потому что не понимает, что из него самое главное. И вот вычленить информацию позволяет и интеллект-карта. Ведь в этот лист бумаги невозможно все буквально, вот, просите за выражение, затолкать, а нужно структурированно дать информацию, что важно, что второстепенно, что является центральной идеей. Порой даже, вот, например, казалось бы, составить индивидуальную интеллект-карту по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Но то ли ребенок будет думать про идею, то ли он начнет думать, а какие еще произведения у Булгакова существуют, то ли он начинает думать о том, что значит «Мастер», а что значит «Маргарита», либо, например, вспомнит буквально недавно, да, в кинотеатрах демонстрировали как раз-таки на основании этого произведения одноименный фильм. То есть есть, опять же, что? Вариация, да, и, конечно же, необходимо понимать, что у каждого ребенка в силу своего мышления, в силу своего как раз-таки развития интеллект-карта получается по-разному. И здесь следующий как раз-таки элемент представляется, как можно дать обучающимся, что же такое ментальная карта, интеллект-карта или карта идей, мыслей. Конечно же, это не только управление задачами, это не только детализация проекта, понимание идеи, лучшее запоминание или поиск вдохновения, но и в том числе работа ребенка. Работа, когда ребенок на основании своих действий, вот сейчас вы видите пример из как раз-таки одного из источников, связанных с понятием «семья». А что такое семья? Конечно, кто-то понимает, что вот непосредственно его, допустим, режим дня связан с семьей. Его как раз-таки понимание каждой недели, дня недели связано с семьей. Но давайте вспомним, что у каждого ассоциации таким словом, как семья, дом, родина, малая родина, ведь вызывают как раз-таки различные ассоциативные ряды. И каждый раз начинаешь задумываться, что ребенок может творчески подойти и даже к этому простому слову «семья». К такому слову, например, как «школа». Может быть, даже «я». А кто я? Я кто, например? Да, я человек. Однажды было задано упражнение такого рода как раз-таки обучающимся по ментальной карте ответить на три вопроса. Кто я? Какой я? И что я здесь делаю? Это было задано как раз-таки для студентов нашего университета. Вы знаете, были различные вариации. Кто-то писал, что он человек, кто-то писал, что что-то живое, кто-то писал, что он добрый, красивый, милосердный и так далее. Кто-то писал, что студент университета, кто-то писал, будущий учитель. И вот у каждого получилось свое разветвление. Но важно, что, конечно же, вы можете выбрать и подсказки, да, из интернет-пространства, каким образом можно реализовать интеллект-карту. Как можно представить, например, такое широкое понятие Россия? Что включает в себя не только ведь животный и растительный мир, не только понятие символики или, например, народности. Конечно же, здесь важно, насколько ребенок понимает. И вот знаете, даже на уровне подсознания, как дети олицетворяют те или иные духовные ценности, базовые ценности. Вот обратите внимание, предыдущие варианты были из интернет-пространства. И ссылка на источник была дана, чтобы вы могли потом посмотреть еще больше. Сейчас же варианты будут, которые были выполнены буквально в этом полугодии согласно одному из исследований в рамках реализации как раз-таки читательской грамотности. И использовался текст. Здесь дается учебный методический комплект «Перспектива», четвертый класс, литературное чтение. Лев Николаевич Толстой как раз-таки дается выдержка, кто прав и мудрый старик, выдержка прямо из самого учебника. И ваша задача сейчас визуально представить, как вы думаете интеллектуальная карта будет выглядеть. Вот дети совсем по-другому восприняли эту информацию. То есть то ли дело взрослые составляют, или, например, ребенок. Да, конечно, мы понимаем, что на прочтении здесь дается буквально максимум 5 минут, тем более это четвертый класс. Ребенок понимает, что, например, один человек сказал, что он хочет так жить, чтобы враги боялись его, а другой сказал, что лучше так жить, чтобы враги боялись, а друзья вырубили. А третий сказал, лучше так жить, чтобы не было ни врагов, а чтобы все были друзья. И кто прав? То есть да, мы понимаем с вами, что этим произведением мы затрагиваем ценности, которые развиваются у ребенка. Понятие и дружбы, и понятие как раз-таки сотрудничества, понятие поддержки, помощи, возможно, эгоизма. То есть те личностные качества, которые развиваются у ребенка, то и, конечно же, как вариант ответа выскользнет. Но следующий как раз-таки элемент работы был составление интеллект-карты. И здесь приводятся работы как раз-таки учеников непосредственно гимназии номер 5 города Довлеканово, республики Башкортостан, как ребенок увидел. То есть да, работа была составлена индивидуально, и здесь буквально пару примеров, обратите внимание. Центральная идея стоит, да, Лев Николаевич Толстой, там будет «Кто прав?» и «Мудрый старик». Мы помним даже из содержания непосредственно этих произведений, что если мы понимаем, что выделяются главные герои, определяется жанр, определяется идейная, как раз-таки идейность, основная мысль, что, например, нужно делать не только, например, думать и нужно делать не только то, что хочется себе, но и то, что нужно окружающим. Конечно же, каждый из них постарался нарисовать, как он видит вот это вот символично. Но обратите внимание, что, допустим, вот тут также работа дается, уже ребенок начинает что? Это один и тот же класс, одно и то же время. То есть это было во время урока. Нашим непосредственно будущим учителям, учителям имеется в виду, что сейчас данный студент обучается на выпускном курсе, и уже вот буквально через пару месяцев получит уже документы в образовании, проходит определенное количество часов практики. Здесь реализация, опять же, идет того, насколько ребенок понимает свое задание, каким образом творчески он к этому подойдет, каким образом рассмотрит главную мысль и идею произведения. Обратите внимание, как выполнена работа. То есть, да, лист был сначала расположен одной стороной, потом другой. То есть вы уже даже в этом можете посмотреть его психологическую готовность. То ли дело, ребенок работает кистью руки и пытается написать ему удобное, когда располагается лист в одном положении, да, горизонтальном, например, или вертикальном, то ли здесь вот он... То есть он поворачивает под себя, непосредственно создает более удобные условия. И вот буквально нижняя часть данной интеллект-карты показывает, как была выполнена работа. То есть и следующая работа, которая также посвящена произведению Льва Николаевича Толсова, здесь уже дается более, более такие, так скажем, обширные ответы, потому что ребенок постарался и выполнить символически, непосредственно очертить. Вот обратите внимание, главные герои – люди, да. То есть люди ведь на самом деле. А у кого-то это было иначе интерпретировано. Кто-то подумал, что кто-то из них добрый, хороший, а кто-то, например, плохой. Конечно же, действия героев описаны. И таким образом мы понимаем с вами, уважаемые слушатели вебинара, что, конечно, реализация интеллект-карты может быть по-разному. А сейчас вашему вниманию будет интеллект-карта работа, точнее, уже студентов. Студентов второго курса непосредственно нашего университета по профилю начального образования. И обратите внимание, что, конечно, дети здесь уже так же, но называю всегда я их детьми, лишь потому что для меня является ученик непосредственно как в лице ребенка, потому что есть момент того, что каждый из нас чувствует себя ребенком. И вот тут как раз-таки реализация интеллект-карты связана с тем, что давалось также по произведению Львана Николаевича Толстого «Лев и собачка», также Ушинского Константина Дмитриевича «Лиса и журавль». Обращая ваше внимание, что «Лиса и журавль» имеет несколько интерпретаций под авторство Ушинского, в том числе и Толстого, и как русская народная сказка. Вот видите, сколько духовно-нравственных элементов мы можем подчеркнуть. И, конечно же, здесь уже дается своего рода более обширная работа, как непосредственно представлено на слайде. И важно было то, что, да, конечно же, давался аргументированный непосредственно материал, когда, допустим, работа была выполнена, да, например, как Лев Николаевич Толстой написал рассказ «Лев и собачка», или, например, какие интересные факты были проанализированы при реализации этого рассказа. То есть есть моменты того, что каждый ребенок, каждая личность своей ассоциации в ходе групповой работы начинает думать. Еще раз подчеркну, что интеллект-карты в том числе и кластеры могут использоваться в работе не только младшего школьного возраста, не только возраста вообще ученика, который является представителем образовательной организации, ну, например, школа, да, но и в том числе студенты колледжа, студента университета могут как раз-таки организовать более интересно содержание материала. И обращаю ваше внимание, что материал может быть любой. Это не только литературное чтение. Дабы я сама преподаю непосредственно в университете методику обучения русского языка и литературного чтения, естественно, для меня в первую очередь предмет литературного чтения и русского языка более близок к телу, но, конечно, здесь можно раскрыть и материал по математике, информатике, истории, географии, ведь обратите внимание, здесь самое главное – показать центральную идею и далее уже оказать как раз-таки второстепенные либо главные ветви. Точно так же и в кластере. Кластер обозначается как раз-таки, например, основная ваша мысль, идея, да, и от нее уже по причинно-следственным связям выстроить непосредственно материал. То есть, конечно, для обучающихся было очень полезно и интересно проработать. Здесь было важно показать, что да, и ребенок третьего класса, четвертого класса в том числе, да, и на курсе второго, третьего и так далее любому непосредственно обучающимся будет интересно структурировать материал. Далее приводится буквально уже постепенно, завершая сегодняшнее наше вебинарное, так скажем, мероприятие, да, хотелось бы сказать следующее. Конечно, ввиду тех или иных ситуаций создание интеллект-карты можно было бы как раз-таки привнести через такие приложения, которые вы видите сейчас на экране, но ведь можно его реализовать через как раз-таки бумагу и посредством карандаша. Ведь давайте вспомним с вами, когда мы начинаем рисовать, когда мы начинаем писать, излагать свои мысли. Опять же, идет реализация принципов наглядности золотого правила дидактики, которое было когда-то регламентировано, утверждено, всем известно, Каменским. И мы понимаем с вами, когда структурируем материал, его раскладываем по полочкам, как и ранее в начале своего выступления начала вам говорить, что да, информация начинает раскладываться и более выступать для нас структурировано. Потому что каждый из нас понимает, что когда соблюдается своего рода как раз-таки логика, смысловая модель, здесь хотелось бы прокомментировать, что логику смысловой модели вы можете изучить посредством материалов Валерия Еммануевича Штейнберга. Это является как раз-таки изобретателем логико-смысловой модели. Также есть понятие координат, есть понятие центральной идеи. И очень много материала на данную тему вы можете найти в интернет-пространстве. Но важно одно понимать, уважаемые слушатели, что идеи нужно структурировать. Когда мы начинаем понимать плюсы-минусы того или иного процесса, еще раз подчеркну, это может быть ваш день рождения, это может быть материал по литературному чтению, по математике, истории, географии. В конце концов, это может быть просто понимание того, какой я. То есть здесь важно, насколько вы сможете разложить по тем или иным линиям. Ведь как вы представите визуально в формате, я не знаю, там, ментальной карты, в формате изографов, возможно, либо, например, инфографики, может быть, там, допустим, кластеры. Это второстепенно. То есть, да, я могу и взять диаграммы исекавы или, например, как по-другому называется, рыбная кость. Я могу взять любое пространственное, так скажем, оформление. Но самое главное – понять идею и второстепенные главные ветви. И постепенно, завершая сегодняшний как раз-таки вебинар, хотелось бы подчеркнуть словами Василия Александровича Сухоминского, где самое важное передаётся в том, что каждый твой шаг в конце концов отражается на твоём ближнем. Потому что идёшь ты куда-то и с какой-то целью. Каждое твоё слово в душе другого отзовётся. Но как оно отзовётся – это зависит от тебя. Уже то, что ты смотришь на окружающий мир и видишь его, таит в себе и добро, и зло. Всё зависит от того, что ты увидишь и как увидишь. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите их. Буду рада ответить и раскрыть ещё более данную тему. Я благодарю вас за внимание и желаю вам удачного дня. Так, я вижу, что вопросы отсутствуют, кроме как записи и так далее, да. А вот есть вопросы, секундочку, пропустила, потому что здесь вопрос был по поводу записи. Какие практические задания или проекты можно организовать для развития нравственности? Спасибо за вопрос. Практические задания по как раз-таки организации нравственности заключаются в том, вот ещё раз повторюсь, когда закладывается своего рода упражнение, кто я, что я тут делаю и с какой целью я здесь нахожусь непосредственно и какой я. Было важно наблюдать, как студенты данного курса, в том числе второго курса, который был продемонстрирован через работу интеллект-карт, они себя презентовали. То есть, да, я могу видеть себя красивый, добрый, я не знаю, там, умный, может быть, в какой-то мере милосердный, может быть, я там, кто я? Я человек, я педагог, я мама, я в первую очередь, там, допустим, спикер нынешнего вебинара, кто я ещё? Всё, коллега и так далее. Но было важно увидеть, что студенты, не большинство, к сожалению, увидели себя будущими учителями. То есть, это откликается что? Подсознание на уровне того, как я себя вижу. Вот ведь сейчас я нахожусь ведь в рамках университета, в рамках обучения по профилю начальное образование. Да, конечно же, около десяти, получается, студентов ответили, что я будущий студент, ой, я студент такого-то там университета, профиля и так далее. Кто-то написал, я вожатый, потому что многие из них включены в движение как раз-таки вожатской деятельности, и они прекрасно ладят с детьми в лагерной смене и так далее. Но самое главное было увидеть, кем они себя ассоциируют. То есть, это в первую очередь дается буквально пять качеств, то есть, на выбор дается пять качеств. И ребенок начинает думать, опять же, называя их детьми, потому что на самом деле каждый из них, как ребенок, смотрит на тебя безумно наивными глазами с надеждой на то, что ты начнешь их образовывать. Они ничего не знают, и если даже спросить, начинают теряться, как и обычные, если что-то натворил ребенок, то всю ответственность несут не на себе, а на ком-то, либо на чем-то, и, естественно, не могут признать свою ошибку. Поэтому иногда я себе позволяю назвать их детьми, там, допустим, обращаюсь к ним, ребята и так далее, потому что на самом деле так и есть. Еще одно из как раз-таки в рамках нашего непосредственно сегодняшнего вебинара хотелось бы сказать, задайте главную, ключевую идею такого рода, например, да, как раз-таки, как вы понимаете, что такое, допустим, родина. Или, например, возможно, вы поймете как раз-таки непосредственно понятие такое, как вот сейчас я вижу, опыт применения для дошкольников, да, для дошкольников, допустим, как вариант можно взять дом. Понятие дом есть, да, красота, понятие как раз-таки здоровье, понятие космоса, понятие мира. Это одни из таких интереснейших терминов, потому что каждый из них понимает по-своему. То есть, да, я вот, например, как будет ребенок, допустим, пяти-шести лет понимать, что такое дом и что для него главное. Конечно же, чаще всего будут ответы такого рода, что, допустим, это семья, мои родители, бабушка, дедушка, может быть, сестры, братья и так далее. Что еще дом? Это уют. А что еще? Может быть, там, я не знаю, телевизор с интересными мультфильмами, может быть, его любимые игрушки. Возможно, дом для него вообще покажется, что какое-то там, допустим, загородное хозяйство и так далее. А как понимает это слово дом, например, ребенок уже младшего школьного возраста? Абсолютно иначе. Ведь по дому он уже скучает. Ведь он знает, что он находится в основном как раз-таки на ступени взросления. Ведь ступень взросления заключается в том, что из класса в класс он понимает, что вот сегодня год прошел, сейчас новый класс наступает, да, новый учебный год. А значит, и понятие дом у него постепенно переходит как раз-таки в ценность того, что я скучаю, я тоскую по дому. А что будет в подростковом возрасте? Там уже иначе. Да, тоска существует, но она немножко другая. И то есть вот здесь уже прослеживается, каким образом даже элементарно слово дом, насколько у него вызывает ассоциативный ряд. Насчет технических специальностей прошу понять, да, потому что, еще раз говорю, ближе к телу, как говорится, да, своя рубашка ближе к телу, дисциплина в первую очередь по своей педагогической деятельности связана с русским языком и литературным чтением. Поэтому, конечно же, в первую очередь такого рода были даны примеры. Но могу вас успокоить, что на самом деле и по техническим специальностям, допустим, да, как раз-таки я не знаю, конечно, что вы подразумеваете технические специальности, то ли машиностроение, то ли, например, больше специальностей такого рода, как физика, либо, например, такие, как химия. Но самое интересное понимать, что, еще раз говорю, возьмите ключевую идею и от нее оттолкнитесь. Раскройте понятия, не бойтесь того, что вы опишите, допустим, свои, те идеи, которые вам подсознание подсказывает. Никогда не нужно думать и ограничивать себя тем, что я не смогу. Все вы сможете. Я очень надеюсь, что... Да, вот я теперь увидела, что у вас физика. Есть момент того, что, обратите внимание, даже физики. Но почему бы не взять, например, элементарно какие-либо изучения тем по... непосредственно согласно формулам. Или, например, возможно, вы как раз-таки акцентируете внимание на каком-то открытии, на каком-то изобретателе. То есть здесь все зависит от вас. Главное – понять идею, что нужно визуально предоставить информацию. Раскрыть те или иные конструкты. Вот. Здесь далее вопрос уже... Я так поняла, что вопросы после вебинара посыпались в связи с тем, что спровоцировался какой-то из примеров. Хорошо, блок-схема. Что такое блок-схема? В чем отличие от блок-схемы? Когда мы рисуем блок-схему, у нас не всегда идет вот эта вот центральная идея, которая рассматривается посередине, так скажем, да. У интеллект-карты в первую очередь идет... Первое – это то, что вычерчивается именно в центре бумаги. Идея, главная мысль. Хотите, скажите, хоть кластер. Хотите, назовите, как ключевой формат. Не знаю, вот тут как вот точка навигации, да, когда мы на карте наводим, где я нахожусь. Я здесь нахожусь, да, допустим, чтобы вас быстрее нашел там таксист. И вот от нее начинаете разветвление вести по главным и второстепенным элементам. Почему блок-схема не совсем относится к интеллект-карте? Я согласна с тем, что общее есть. То, что мы даем блочную информацию. Но у интеллект-карты есть визуализация. И еще раз говорю, центровка идеи. Конечно же, когда мы с вами рассматривали названия, такие как кластер, ментальная карта, карта идей, карта мыслей, блок-схемы, еще раз говорю, диаграмма ИСК-кавы или, например, рыбная кость и так далее. То есть получается как раз-таки, что важный момент здесь визуализация и структурирование материала. Хотелось бы более обширной темы карт, например, курс русского языка 3 класса. Очень интересно. Смотрите, вот просто сейчас навскидку говорю, дабы вы видели, что у УМК там перспектива. Согласно федеральным перечням учебников, УМК перспективой, в том числе школа России, является одним из основных. Но школа России лидирует. Да, ведь мы знаем с вами прекрасно ситуацию насчет федерального перечня учебников. И самое важное здесь, в третьем классе изучается практически во всех УМК, идет такой красной линии, эта часть речи вводится как понятие. То есть да, подготовительная работа в первом и втором классе есть, они, дети, изучают слова, которые обозначают предмет, слова, которые обозначают действие, признак, и в том числе, да, но учитель еще не вносит, что это существительное, что это прилагательное, что это, например, там глагол. И вот уже в третьем классе, я так скажу, в основных УМК, да, вводится понятие как раз-таки части речи, как существительное, как прилагательное, в том числе глагол. И в некоторых изучается как раз-таки и наречие, и местомение, то есть идет разбивка на служебной и на самостоятельной части речи. Почему бы вам не взять? Вот, пожалуйста, часть речи. Хотите, отделите их на служебные самостоятельные и от них найдите разветвление. Либо, например, возьмите только часть речи как существительное. Мы понимаем с вами прекрасно, что глагол существительный и прилагательный, это для нас, уважаемых взрослых, все понятно. Ребенку, когда нужно понять, это глагол, почему он глагол, а вот это вот существительное, почему это существительное. А вот тут, оказывается, прилагательный, который образован от существительного, вот вам уже вид. То есть можно взять центральное понятие как части речи или, например, отдельное имя существительное и, например, разбить его на постоянные и непостоянные признаки. Это будут уже ветви. Или, например, примеры использования, как непосредственно можно увидеть часть речи существительное. Ведь когда дети в ходе пропедевтической работы начинают изучать такую тему, часто учитель задает вопросом, назовите, какие вы видите предметы, которые обозначают, допустим, имя существительное. Кто-то, например, задает, назовите глаголы и так далее. То есть здесь нужны разные варианты, не только с частью речи. В целом любой разбор, морфологический, синтаксический или, например, фонетический, он предполагает как раз-таки схематизацию. По схеме будет центральное понятие русский язык третьего класса. Что? А, вы не поняли центральное понятие русский язык третьего класса. А, вы хотите сказать, какое центральное понятие по русскому языку в третьем классе? Екатерина Тесленок, прошу прощения, если удаление неправильно поставила. Ну, здесь могу прокомментировать следующее, потому что у нас уже время выходит за рамки непосредственно нашего вебинара, но все же прокомментировать хотелось бы. В третьем классе, если вы предполагаете, что у вас будет центральное понятие русский язык, третий класс, то здесь, конечно же, идет в первую очередь углубление, так как тематик, и мы с вами прекрасно понимаем, это не только с частью речи, но и с понятием как раз-таки типов предложений. Это не только с типами предложений, но и связаны, конечно же, и типы текста. И самое важное здесь увидеть падежи, окончания, допустим, склонений и так далее. От этого понятия идут темы курса. Ага, я поняла, да. Вот, то есть вы берете в рамках своего учебно-методического комплекта, возможно, вы также работаете по Школе России, но в связи с тем, что есть еще выборность, и некоторые работают как раз-таки по учебнику Рамзаевой, кто-то работает по Горецком Канакиной, кто-то работает по другим учебникам. Но смотря, опять же, какой класс, согласно все идет в Федеральном государственном образовательстве стандартного и ФПУ. Здесь можно разбить, я предполагаю, что можно разбить как раз-таки, еще раз говорю, вот изучение либо, например, падежей, потому что в третьем классе также идет знакомство с падежами, с понятиями второстепенные члены предложений, как обстоятельства, определения и так далее. Вот все здесь вокруг как раз-таки одного центрального понятия можно выстроить. Мне кажется, будет интересно даже, это, знаете, своего рода схема будет для ребенка, который вот только начинает обучаться в классе третьем, да, он видит наглядно, что он будет изучать. У него даже вызовется интерес, а вот что такое тут, я просто говорю, Мария Ивановна, а что это такое там обстоятельства? Мы где-то это слышали, а что такое там падежи? И так далее. Спасибо, спасибо за ваши вопросы, безумно интересно, когда идет... Ага, еще один вопрос, спасибо. Так, какие трудности, вероятнее всего, могут возникать при использовании ментальной карты и кластера в работе с дошкольниками и как их преодолеть. Вопрос очень интересный в связи с тем, что ребенку такого возраста, дошкольного возраста, да, очень будет легко, естественно, в связи с своим развитием, легко, наверное, нарисовать, но писать ему будет сложно. То есть мы понимаем, ну давайте возьмем так, навскидку, пускай будет это 6-7 лет, когда они вот уже готовятся буквально, да, стать учениками, либо, например, 5-6 лет. Мы с вами прекрасно знаем, что в этом возрасте не каждый ребенок умеет писать или читать. Рисовать, да, то есть он какие-то там свои, своего рода шедевры, которые нам воспринимаются каракулями, да, а для него шедевры, он может. Здесь важно, смотрите, ну, например, просто почему-то вспомнилась такая тема. Моя любимая игрушка. Ребенок может же нарисовать, какие его игрушки любимые. А ваша задача, как взрослых, спросить, а почему эта игрушка его любимая? Ну, например, там, я не знаю, трактор какой-то. А потому что мне папа подарил. Хорошо, давай мы напишем с тобой, что, допустим, подарок нам, например, любимого человека, да, а вот здесь вот, например, что тебе еще в этой игрушке нравится? То есть вы задаете вопросы, большая часть идет от взрослого. Если ребенок седьмого, восьмого класса, возможно, сам прекрасно все выложит, здесь уже есть момент того, что нужно ребенку подсказать. Конечно же, они прекрасно рисуют и выкладывают картинки на картах, это безусловно, потому что у меня, так как дети этого возраста как раз-таки, ну, мы перешагнули же этот возраст, но было такое, что они и рисовали в рамках знаково-символических действий, когда вот пошла же такая новая ветка мемотехники, когда каждое слово в стихотворении зарисовывается. И вот ребенок тогда был в возрасте 5-6 лет, а старшая, естественно, уже имела статус школьника, абсолютно по-разному нарисовали. Но нарисовали, и каждому из них было понятно, как воспринимается стихотворение, до сих пор помню Плещеева, как раз-таки про осень там было стихотворение. То есть дети рисуют прекрасно. Минус единственный, недостаток, да, что они не смогут вам написать так легко и быстро, но это же ваша задача, вы же взрослый, вы ему помогаете, ребенок-то от роду 5-6 лет, ну, 7 хорошо. И по поводу кластера также, то есть ему будет сложно информацию структурировать, поэтому вам и нужно задавать вот это как раз-таки наводящими вопросами, чтобы постепенно он раскрыл эту тему. Еще есть вопросы? Я так поняла, что вопросы у вас были животрепещущие лишь потому, что вам важно понять, как использовать эти приемы. Спасибо вам огромное. Если вам было интересно, я безумно рада, потому что на самом деле любая обратная связь, в каком бы контексте она ни была выражена, безусловно, имеет эффект, результат. Благодарю вас за внимание, всего доброго, до свидания.